Библейский портал экзегет.ру представляет Пятнадцатая глава книги «Премудрости» Соломоновой. Я читаю синодальный перевод для библейского портала «Экзегет». И мы только что читали в четырнадцатой главе про то, как ужасное дало поклонство. Понятно, что должен быть обратный пример, как хорошо отказаться от него. Вот пятнадцатая глава нам это дает. Израильский народ среди всех народов земли выделяется только одним. На тот момент он единственный, который поклоняется единому Богу. Вот это его преимущество. Книга написана, скорее всего, в Александре Египетской среди. Вот огромного количества самых разных произведений искусства, экономических достижений, политических властей. Вот этот центр, центр эллинистического Египта. И там так много всего. Что может этому предложить Израиль в качестве такого достойного образца? Только одно – веру в единого Бога. «Но ты, Бог наш, благ и истинен, долготерпелив и управляющий всем милостиво». Тема, которая уже была. То есть даже в наказании язычников Бог ждет их покаяния. Если мы и согрешаем, мы твои, признающие власть твою. Но мы не будем грешить, зная, что мы призваны твоими. Даже вот грех человека, верящего в единого Бога – это все-таки грех, который он может каким-то образом загладить покаянием и скупить перед Богом. «Знать тебя есть полная праведность, и признавать власть твою – корень бессмертия». Вот тоже очень важно, что потом будет в Новом Завете. Праведность – это не совокупность хороших поступков, не исполнение всех правил, а прежде всего это познание Бога и признание его власти. Но признание власти, естественно, если я скажу «я признаю власть, а сам мятежник, а сам поднимаю восстание против этой власти, как же я ее признаю, если человек живет, отрицая Бога в своих поступках, то понятно, что это не признание. Но важно, что не своими поступками хорошими, исполнением правил он заслуживает бессмертия, а бессмертие в общении с Богом сокрыто. Все остальное – это внешняя форма, это вообще нет. Не обольчает нас лукавое человеческое изобретение, небесплодный труд художников, изображения, испещренные различными красками, да, там же и египетское искусство, прекрасное искусство Древнего Египта, и эллинское, уже эллинистическое Египет, оно великолепно во всех главных музеях мира и в образце, взгляд на который возбуждает безумных похотений и вожделения к бездушному виду мертвого образа. Некоторые статуи весьма эротичны, и делающие, и походствующие, и чествующие, суть любителей зла, достойные таких надежд. Но подпохоти здесь может подразумеваться и стремление почитать, да, не обязательно обладать в сексуальном смысле, но почитать, скажем, какую-нибудь статую, как божественную. Горчаичник пнет мягкую землю, заботливо лепит всякий сосуд на службу нашу. Из одной и той же глины выделывают сосуды, потребные для чистых дел и для нечистых. У апостола Павла будет ровно этот образ, да. Все одинаково. Но какое каждого из них употребление? Судья тот же горшечник. И Павел использует этот образ, да, причем он его использует как параллель к тому, что Творец сможет каждого из нас поставить в различные обстоятельства, в различные места социальной иерархии, и это полностью воля Бога. И суетный труженик из той же глины лепит суетного Бога, тогда как сам недавно родился из земли и вскоре пойдет туда же, откуда он взят, и взыщется с него долг души его. Ну, то есть о рождении смерти идет речь, и после смерти взыщется долг души. Здесь уже явно есть представление о том, что после смерти некоторый суд. В Египте, кстати, об этом знали очень давно, собственно. Египетская религия — это религия подготовки к загробному суду, на котором очень важно получить положительный ответ, и он достигается в египетской религии прежде всего ритуальными всякими действиями. Но у него, у Горшичника, забота не о том, что он должен много трудиться, и не о том, что жизнь его кратка. Он соревнует художникам золотых и серебряных изделий и подражает медникам, и вменяет себе в голову, что делает мерзости. То есть, соответственно, он стремится изготовить идола, который будет конкурентоспособен среди золотых и серебряных. Ну, по цене, по крайней мере, да. По цене он очень даже будет доступен. «Сердце его пепел, и надежда его ничтожнее земли, и жизнь его презрения грязи». Как он суров об этом Горшичнике, а человек труда, между прочим. Почему? «Ибо он не познал сотворившего его и вдунувшего в него деятельную душу и вдохнувшего в него дух жизни. Они считают жизнь нашу забавой, житие, прибыльную торговлю, ибо говорят, что должно же откуда-либо извлекать прибыль, хотя бы из зла». Вот, а здесь такой Горшичник. У нас там были в предыдущих главах мореплаватели, у нас там был Столлер, который сделает из деревяшки Бога. Мореплаватель молит Бога, такого деревянного Бога, а не настоящего, об успешном плавании, хотя плывет на корабле гораздо более приспособленном к передвижению по морю, чем сама эта деревяшка. Но они, так скажем, честно заблуждаются. Но не потрудились познать Бога. А вот этот, кажется, крестолюбивый творец Эдолов, да, то есть он, в общем-то, наверное, даже понимает все. Но про Бога имеет возможность, по крайней мере, понять. Но надо же чем-то зарабатывать буду, идолов сделать, говорит он. «Впрочем, такой более всех знает, что он грешит, делая из земляного вещества бренные сосуды изваяния». Вот его грех менее извинителен, потому что он осознан. «Самые же неразумные из всех и беднее умом самых младенцев враги народа твоего, угнетающие его, потому что они почитают богами всех идолов языческих». А угнетающий народ, ну, здесь, наверное, власти Птолемеевского, эллинистического Египта, вряд ли уже Рим завоевал Египет, когда писалась эта книга. Но, в общем, много таких стран, где угнетают, даже не скажу, евреев или иудеев, где угнетают людей, верующих в единого Бога, не так или иначе их притесняют. «Потому что они почитают богами всех идолов языческих, у которых нет употребления ни глаз для зрения, ни ноздрей для привлечения воздуха, ни ушей для слышания, ни перстов рук для осязания», то есть пальцев, «и которых ноги негодны для хождения». Вот они имеют облик человека, но ничего не могут, ни дышать, ни смотреть, ни ходить, ни трогать руками. Хотя человек сделал их и заимствовавший дух образовал их, то есть, смотрите, человек придает ему форму, как и Бог придал форму человека, но никакой человек не может образовать Бога, как он сам. Он не может сотворить живое существо человека, нет, он может его зачать, родить и вырастить, но сделать руками не может. Будучи смертным, он делает нечестивыми руками мертвое, поэтому он превосходнее божества своих, ибо он жил, а те никогда. Он, как, наверное, всякий творец, выше того, что он творит, но когда он потом начинает поклоняться творению, это просто смешно. Но это уже такое краткое резюме, у нас много было о ужасах и дала поклонств, о его бессмысленности, прежде всего. Притом они почитают животных, самых отвратительных, которые по бессмыслию сравнительно хуже всех. А египетская религия, конечно, где богов часто изображались с звериными головами, они даже некрасивы по виду, как другие животные, чтобы могли привлекать к себе, но лишены и одобрения Божьи, и благословения его. Ну, там какой-нибудь сет с головой шакала, да, вот некоторые из египетских богов, они действительно выглядят довольно непривлекательно, наверное, какие-то остатки старых тотемных, таких еще шаманистских представлений, когда поклонялись животным, как своим тотемам, как такому собирательному духу, предку, но это уже нас сейчас не очень интересует. Итак, значит, к концу 15-й главы наш автор уже полностью изложил свои мысли почитать идолов ужасно, преимущество израильтян единственное в том, что они почитают единственного бога, ну, а как это сказалось в их истории, об этом будут следующие главы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok